Долгостроя и нарушение прав дольщиков, высокая плата за аренду помещения. Проблем в строительной сфере столицы немало. На некоторых объектах побывали представители администрации и депутаты городского собрания. Частный детский сад «Океан детства» находится в муниципальной собственности. В связи с ограничительными мерами учреждение временно закрыто. В конце июня детсад включили в реестр социально ориентированных организаций, чтобы получить единовременную государственную поддержку. Выпоты еще не поступили, а арендную плату в размере более 3 миллионов рублей надо платить городскому комитету по управлению имуществом. Работники детского сада обратились за помощью в администрацию города. Сколько лет вы уже здесь работаете? Больше 10 лет. Это получается пластиковые окна, бручаточку. Это вы сами, да? Это сами. Нам понравилась комиссия, то, что пластиковые окна, бручатка, все остальное есть. Депутаты еще раз вернутся к этому вопросу, чтобы найти решение в юридической плоскости. Будем поддерживать, пусть работают. У жилого комплекса «Алу и Паруса» другая проблема. Дом считается долгостроем, но степень готовности оценивается все же на 90%. Есть шанс, что жители смогут справить новоселье в конце этого или в начале следующего года. Тема обманутых дольщиков обсуждалась на недавнем совещании в Рио главы Чувашии с руководителями профильных организаций. Возник вопрос и по работе Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Слишком выжидательная позиция у него. По каждому проблемному объекту, считает Олег Николаев, должен быть план конкретных действий. Многоквартирный жилой дом на улице Калинина тоже выглядит внешне уже почти готовым. Но внутренней инфраструктуры нет. Сейчас идут судебные тяжбы между Фондом поддержки обманутых дольщиков и конкурсным управляющим. Мы предварительно все, что нужно, готовим, изучаем, правильную документацию, технические условия. Там электричество есть проблемы, поэтому решаем, как это. То есть сейчас из-за этих судебных тяжб у нас затягивается сдача дома в эксплуатацию? Да, да, да. Юридических тонкостей и в жилищных вопросах немало. Разобраться в них могут только специалисты. Но дольщиков этого дома волнует один единственный вопрос – когда они могут въехать в свои квартиры? Сроки, нам говорят, не очень хорошие. Это введение в эксплуатацию дома в ноябре 2021 года. Но есть положительные моменты. То, что каждый дольщик, который вложил деньги в строительство данного дома, может зайти на сайт Дом.РФ, ввести свое фамилию, имя, отчество, адрес объекта, написать свое обращение о возмещении денежных средств и получить напрямую с Москвы, с фонда обманутых дольщиков, свои средства, которые он вложил в этот, к сожалению, долгострой. Такую гарантию возврата обеспечивает государство тем, кто все же пострадал от недобросовестных подрядчиков. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Продолжение следует...